Почему Аллах не наказывает плохих людей и грешников? Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного живого существа. Однако, он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час. Сура Ан-Нахль, аят 61. Мне давно не дает покоя вопрос, почему на земле столько зла и горя? Как Аллах допускает все это? Особенно страдания невинных людей. Ответ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Благодарим вас за интересный вопрос. В качестве ответа на ваш вопрос мы процитируем статью доктора Мухаммада Сидека, президента Исламского общества Северной Америки. «Поистине Аллах всемогущий, и Он над всякой вещью мощен». Коран повторяет эти слова множество раз. Также сказано, что Аллах является Творцом и наилучшим Создателем. «Благословен Аллах, лучший из Творцов». Сура 23, аят 14. Но тогда возникает вопрос, почему в мире существует боль и страдания? Мы видим, что в этом мире есть болезни, старость и смерть. Мы видим уродливые и некрасивые вещи, глупых и сумасшедших людей. Видим бури, наводнения, землетрясения и голод. Людей, которые совершают преступления, жадных, злых, лживых и неверных. В мире совершаются убийства, изнасилования и бесконечные войны. Существует зло, вызванное людьми и стихийными бедствиями. От некоторых проявлений зла страдают отдельные люди, а иногда и целые народы. Но это также не полная картина мира. Кроме этих негативных вещей мы также видим красоту, здоровье, процветание, рождение новых людей, мудрость, интеллект и прогресс. Мы видим людей, проявляющих лучшие качества веры, искренности, милосердия, любви и жертвенности. Мы видим множество примеров добродетели и благочестия. Так что неправильно говорить лишь об одной, плохой стороне медали. Также является фактом, что блага в мире больше, чем зла. Здоровых людей больше, чем больных. Живущих благополучной жизнью больше, чем страдающих и несчастных. Честных и порядочных больше, чем преступников. Добро – это правило, а зло является исключением. Добродетель – это норма, а грех – отклонение от нормы. Но тогда возникает вопрос, почему Аллах допускает это исключение из правил? Коран говорит нам о том, что добро и зло – все, что совершается, происходит по воле Аллаха. Только Всевышний знает в совершенстве все, что происходит в мире. Мы – конечные существа и не можем полностью понять его бесконечную волю и мудрость. Он устраивает дела во Вселенной таким образом, каким считает нужным. Коран говорит нам о том, что Аллах – мудрый, и все, что Он делает, правильно, хорошо и справедливо. Мы должны полагаться на Его волю. Нам не сообщаются все подробности о Его решениях, но Всевышний дал нам руководство к жизни, которого для нас достаточно. Есть несколько моментов, которые мы должны иметь в виду, чтобы понять этот вопрос. Первое. Прежде всего мы должны иметь в виду, что Аллах не сделал этот мир вечным. Этот мир временный. Все, что здесь находится, имеет ограничения во времени и когда-то придет к концу. Нехорошие, неплохие вещи этого мира не вечны. Мы живем здесь в течение короткого времени, и мы проходим здесь испытания. Те, кто выдержит это испытание, обретет счастливую жизнь в будущем мире, который будет вечным. Кто не пройдет испытания, увидит последствия своих злых дел и грехов. Если мы проходим испытания, и при этом мы хотим, чтобы Аллах грешников наказал, как говорят, не отходя от кассы, для Аллаха в этом не составляет труда. Из-за своей милости Он дает отсрочку. И еще поймите, при испытании, если так делать, то все явно будут знать, что их накажут на месте, не отходя от кассы. И потеряется смысл испытаний и жизни на земле, и результата при накоплении опыта. Например, если ученику на экзамене дать вопрос и дать на него же ответ, то он не будет изучать другие вопросы и не получит знания, так необходимые ему. В предыдущих роликах мы рассказывали, но коротко напомним. На земле мы проходим испытания, чтобы в раю получить наслаждение в каждое мгновение. Мы все знаем, рай – это не проходной двор. Туда попадут уверовавшие в Аллаха и в его пророков. Это должен сделать каждый мусульманин, чтобы прожить благую жизнь в соответствии с исламом. Первое. Шагада. Искреннее произношение свидетельства мусульманской веры. Второе. Намаз. Салят. Совершение ритуальных молитв надлежащим образом пять раз каждый день. Третье. Закат. Выплата пожертвования на благо бедным и нуждающимся. Четвертое. Пост. Соблюдение поста в течение священного месяца Рамазан. Пятое. Хадж. Совершение паломничества в Мекку. Второе. Соблюдение аварии случается, если не соблюдать правила дорожного движения. Не ремонтировать и не проверять транспортные средства. Не следить за состоянием дорог. Изучение причин и следствий очень важно, чтобы жить в безопасности. Даже здесь мы должны иметь в виду, что Аллах часто спасает нас, даже если мы проявляем халатность и небрежность. Сколько раз бывало так, что мы не бываем достаточно осторожны при езде на автомобиле, однако благополучно достигаем местоназначения. Если посмотреть, как люди передвигаются по дорогам в наших городах, приходится удивляться, что происходит довольно мало несчастных случаев. Аллах сказал, милостливый к своим рабам Аллах научил человека Корану, облегчив его чтение, понимание и запоминание. И он сотворил человека и научил его изъясняться, выражать свои мысли, отличив его тем самым от других. Солнце и луна двигаются по точному расчету, и звезды на небе, и деревья на земле преклоняются нить своему Господу. И небо он, Аллах, воздвиг над землей и установил в весы справедливость, и повелел своим творениям быть справедливыми, чтобы вы не приступали к границ в весах, когда взвешиваете другим. И устанавливайте вес беспристрастно, справедливо, и не уменьшайте вес, когда взвешиваете людям. И землю он положил, распростер для творений. Сура Ар-Рахман, аяты с первого по десятый. Если мы нарушаем границы, установленные Аллахом, то нечего удивляться неприятным последствиям. Лишь по милости Аллаха мы в большинстве случаев избегаем неприятностей. Строго говоря, приходится удивляться не тому, что Аллах допускает страдания в нашей жизни, а тому, сколько раз Он защищает и спасает нас, когда мы грешим. В Коране сказано. Смысл. Священный Коран. Отвергнут был и пророк Муса, и я давал неверным отсрочку, не наказывал их сразу. Потом схватил я их всех наказанием, и каково же было мое негодование, и сколько селений их жителей мы погубили, не спасла на них наказание, когда они, их жители, были злочинщиками, неверующими. И вот они, те города и селения, теперь разрушены до оснований, и в них никто не живет. И сколько колодцев заброшенных по причине смерти жителей селений, и дворцов воздвигнутых. Сура 22, аяты с 42 по 45. Третье. Также страдания могут быть проверкой и испытанием для некоторых людей. Аллах допускает страдания в жизни людей, чтобы проверить их терпение и преданность Ему. Даже пророки и посланники испытывали страдания в своей жизни. А Юбу, мир ему, который упоминается в Коране как пророк, пришлось перенести много несчастья, однако он был терпелив. Хорошие люди иногда страдают, но их страдания приносят пользу другим и служат полезным урокам другим людям. Мученики умирают за веру. Солдаты отдают жизнь за свою родину и свой народ. И люди учатся на этих прекрасных примерах. Четвертое. Иногда Аллах допускает страдания в жизни некоторых людей, чтобы проверить окружающих их людей. Как они среагируют на чужое несчастье? Когда вы видите больного или бедного и нуждающегося человека, вы проходите испытания от Аллаха. Всевышний посылает вам встречу с этим человеком, чтобы проверить вашу веру и сострадание. В очень трогательном хадисе от Си рассказано. В судный день Аллах скажет некоторым людям. О, сын Адама, я был болен, а ты не посетил меня. Человек удивится. О, мой Господь, как я мог посетить тебя, когда ты Господь миров? Аллах ответит ему. Разве ты не знаешь, что когда раб мой такой-то болен, и ты не посетил его? Если бы ты посетил его, то ты сделал бы это для меня. Другому человеку Аллах скажет. О, сын Адама, я был голоден, а ты не накормил меня. Он ответит. О, мой Господь, как я мог тебя накормить? Ведь ты Господь миров. Аллах скажет. Разве ты не знаешь, что раб мой такой-то был голоден, а ты не накормил его? Разве ты не знаешь, что если бы ты помог ему, ты сделал бы это для меня? У меня еще одному будет сказано. О, сын Адама, я просил пить, а ты не напоил меня. Он ответит. О, мой Господь, о, мой Господь, как я мог тебя напоить? Ведь ты Господь миров. Аллах скажет. Разве ты не знаешь, что раб мой такой-то просил у тебя воды, а ты не напоил его? Если бы ты помог ему, ты бы сделал бы это для меня. Итак, в итоге можно сказать, что страдания происходят в нашей жизни, чтобы научить нас, что мы должны придерживаться физических и нравственных законов Аллаха. Страдания и несчастья – это испытания нашей веры и нравственности. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с несчастьем, мы должны спросить себя, не нарушили ли мы какой-то закон Аллаха. Нам следует изучить проблему и исправить свою жизнь. Если это наказание, то нужно просить прощения и исправить свою жизнь. Если это испытание, то нужно приложить усилия, чтобы пройти его. Верующие люди встречают страдания молитвами, покаянием и добрыми делами. Неверующие же впадают в сомнения и недоумения. Они обвиняют Всевышнего и недовольны Его решением. Пусть Аллах удержит нас на правильном пути. Амин. А Аллах знает лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok